Ладно, я на запись-то поставил. Вот, сейчас будем сравнивать BF109, F4, мессер, и Як-1b. Все, я нажимаю в бой, давай в бой. Давай как с Як-3 и N1-K2, да? Так же. До высоты 3-х километров, потому что понятно, что на высоте более 3-х километров мессер имеет преимущество. Там даже сравнивать интересно. Ну мы тут как раз стартуем 1300. Ну да. Короче, слушай, опять, да, дуэлимся, попробуем друг к другу в ход зайти, и потом начнем маневрировать. И сначала вираж, ускорение, скорость, подъем до 3-х, ну и в принципе на этом закончим. Как минут 15 у нас есть на этом. Вот. Флаттера я потом попозже измерю, либо можем тоже измерить, когда на ТЭЛ заберемся. По-своему делу, можно измерить флаттер, слышишь? Хотя у мессера флаттер по-любому не просим больше. Ну, по флаттеру, то я думаю, мессер лучше. Ну, потому что он железный, а не деревянный. Да, отдыхали. Какая такая жесткая у тебя вертикаль? Субтитры делал DimaTorzok Мне это дело не докрутить А сейчас я, по-моему, смогу докрутить Или нет Посмотрим Да, слушай, докрутил, сейчас смогу стрелять, слышишь, идея? А, нет, слушай, ты тачишь реально наверх У тебя что, очень жестко, что-то наверх потащил А, черт побери, сорвал Немножко свалился, да? Слушай, ну, вираж очень был похож на самом деле Вот, давай попробуем сейчас все-таки вираж Ты в левый, давай Слушай, потому что мы сейчас в правом крутились, по-моему, да? А у мессера лучше левый вираж Мне, видишь, невыгодно было как бы именно на вираж вставать Ну, это согласен Но у мессера у него вертикаль все-таки помощнее Ну, заметь, как я с каким трудом тебе все-таки зашел Хотя я бы ими не пользуюсь Ребят, такая тема, это я до этого еще испытывал Як-1Б на закрылках себя ведет хуже, чем без закрылок в полетной конфигурации Поэтому, ребят, даже боевыми не пользуемся, да? То есть боевые тормозят самолет, и вираж становится хуже На несколько, где-то на полторы секунды хуже вираж Поэтому лучше самый оптимальный вираж у Як-1Б Это крутить на 300 км сейчас правый 300-320 Потому что если ставим закрылки, скорость снижается И зато скорость разворота тоже снижается Это выявлено мной опытным путем Ну ты что делаешь-то, слышишь? Ты крутишься, что ли, сейчас? Да Ты что, максимально крутишься? Потому что я сейчас могу стрелять, я могу сделать что угодно сейчас Мне приходится даже скорость прибавить, почему я тебя догнал? Ну, потому что ты меня догнал А ты на боевых летишь или нет? Нет, я без закрылок Попробуй боевые поставить, потому что я на мессере летал на закрылках Вроде как мессер на закрылках ведет себя лучше, чем ЯК без закрылок Да? Вот Попробуй меня раскрутить просто на сваливание И поставить виража, я попробую все-таки удержаться Потому что у меня скорость будет падать И, соответственно, мессер, мне кажется, прикрутит А, ты на петли хочешь, да, попробовать? Да Да, все-таки хочу петли Вот, ребят, когда на ЯКе летаем, мне немножко ручку все-таки нужно приотпускать Потому что вот я сейчас когда делал, да У меня немножко ручку сразу приходилось приотпускать еще, чтобы держать именно скорость Скорость 320 км в час, 300-320 И вот, что ты делаешь? Ножницы, что ли? Нет, не хотел пропустить Нет, слушай, ты от меня так не уйдешь Не вариант вообще Я реально запасом у тебя сижу на хвосте То есть я могу упреждение в любую секунду дать и стрелить Где ты там? Ну, слушай, ты меня на сваливание повесил реально Я скорость, мне пришла скорость, чтобы тебя не перегнать, я скорость даже скинул Вот Так, давай, знаешь что, свались оттуда, слышишь? Алло, гараж Давай, короче Попробуй у меня удержаться на хвосте, я сейчас попробую правой покрутить, слышишь? Зайди мне в хвост Ну, точно, жестко в хвост, сядь у меня Давай, я немножко даже скину, чтобы это расстояние скинуть Что там где? Я тебя что-то потерял А, все, все, на фоне земли тебя немножко потерял Вот Давай, поехали Садись мне на жопу, короче, резко Я сейчас буду правой крутить, вот как раз на Яковской оптимальной скорости Это я опытным путем, я реально тут с секундомером сидел, как дурак Смотрю, на какой скорости Яков лучше все маневрирует Лучше маневрирует вот так вот Без потери скорости 300 где-то, 315 км в час То есть делаем устоявшийся вираж И смотрим, что там с Мессером происходит Мессер, видишь, что с тобой происходит, нет? То есть вообще, вот надо устоявшийся вираж Не перетягивать Потому что я сначала так вот перетягиваюсь, сжигая скорость У меня идет срыв потока И Яков из-за этого начинает упорылить немножко Поэтому без срыва потока 300 км в час Летим И вот он Мессер перекручивает спокойно То есть не нужно вот этого заниматься Да, и валиться на крыло Так, давай теперь драк рейсинг, слышишь? Потому что пилоты Яков, как правило, в СБ этого не знают То есть антигон дупупа У него сливается скорость А если у Яков скорость ниже 300 км в час У него реально замедляется вираж То есть вместо 17 секунд становится Или там даже 16 секунд У него становится секунд 18 Да, и из-за этого Мессер имеет преимущество Поэтому ни в коем случае не сливаем скорость на Яков Ниже 300 км в час Слушай, давай сейчас драк рейсинг, короче Слушай, 200 км в час Сейчас подожди разогнаться немножко Ну хорошо, окей Ну ты сейчас на самом деле крутишься в Яковском правом вираже, слышишь? То есть ты мне даешь преимущество Поставь тогда левый вираж хотя бы Так хоть проверим Потому что реально у нас винты в разные стороны крутятся А это мой любимый вираж Точнее не мой, а Як 1б Поэтому крутим в нелюбимые виражи для Яка Надо в левый впадить Да не, ну слушай, то есть любой до ворот, я не знаю Вот, да, я могу стрельнуть Я даже морду могу немножко подкинуть Сколько у тебя скорость сейчас? 340, где-то 345, 340 Так, 350 сейчас А что, а у тебя сколько? Ну, у меня так же Короче, давай, знаешь что, скидывай Я понял Сбрасывай его вниз Сейчас подожди мне, охладиться надо Да, давай охлаждаю его Давай рядом драгрейсинг С 250 до 500 Посмотрим, кто из нас так вообще наберет То есть это как бы приемность посмотреть, да? В бою После потери скорости Как он быстро набирает его Сейчас я сзади подлечу Подожди поближе Ну, вот так, хотя бы встали Ты у меня в прицельную сетку сядешь Так будет проще контролировать Кстати, можно было маркировать Это 320, короче Нет, давай ниже Скинем я вообще до 280 где-то Ну, взлетная скорость еще была у тебя Потому что 320 все-таки такая Это уже средняя скорость самолета этого класса Мы же не на сушках летаем На мигах Вот Скидываю где-нибудь до 250, да? 260 и 200 280 280, мне ниже уже неудобно Окей, давай, 280 Давай, скажешь, когда готов Давай, на три, да? Да Давай, раз Раз, два, три Поехали Форсаж Ты даешь форсаж, я даю 100% У меня форсажа, нет? Вот Сейчас посмотрим, насколько мейсер уйдет Разгоняем где-то километров до 500 Потому что ЯК-1Б, я думаю, больше просто не полетит Блядь Разгоняйся, разгоняйся Сейчас посмотрим по карте Тяни, 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 тяни Что меня подлагивает? Блядь Где там появился? Я тебя не вижу, слышишь? А, все, вижу Лети, лети, лети Сейчас какая скорость? 370 480 У меня прибор У меня фактическая Ну, слушай, у нас высота низкая Поэтому у нас высота-то, посмотри, какая 600 метров Поэтому, я думаю, она очень похожа В разнице 5 километров в час всего, может быть У меня сейчас 500, почти 495 385 500 Ровно 390 Ну, слушай, ты от меня уходишь Ну, насколько я понимаю, ты не то, что уходишь Мы почти вообще, вот так вообще, вот идем Немножко уходишь совсем Я не знаю, километров в 5 в час, наверное, уменьшаешься Ну, примерно, короче, одна фигня Тут преимущества никакого нет Тут, если ты заходишь на мессере уйти Ты не уйдешь Вот в такой положитель В позиции точно не уйдешь Вот человек тебя будет пристреливать до бесконечности Ну, он тебя пристрелит Потому что очень долго, очень долго, да? Может быть, километр в 5 в час разница Давай, короче, теперь наверх тяни и ставь до трех Погнали Ну, совсем немножко уходишь Ну, сейчас будешь уходить сильнее, наверняка Потому что мессер пойдет сейчас У тебя там перегрев как? Нормально, терпит Вот, у меня уже масло нагрелось 110, ну, желтый пока горит Пока не красный У меня тоже желтый Закрылки, надеюсь, все убрал? Да Вообще, слушай, вот иду реально Одинаковая скорость, веришь, нет? У меня в прицеле четко стоишь Вообще не приближаешься, не удаляешься Иду за тобой четко Единственное, что у меня что-то колбачит Видимо, джойстиком что-то, я не знаю Ты в спутном следе А, может быть Да-да-да, скорее всего Какая скорость? 315 прибор 330 фактически У нас Ну, вот ты от меня сейчас начинаешь Сейчас начинаешь уходить Сейчас реально видно, что ты уходишь Скорость, потому что погасили Как бы, ну, то есть До такой 300 километров такая Вот, ты реально начинаешь в точку уходить Вот, я думаю, сейчас Если мы дальше будем идти так С таким же успехом Все, ты реально уходишь Вот сейчас уже ощутимо начнешь уходить То есть реально вот за Где-то за 15-20 секунд Вот шел метод на 30 Или на 40 Все, ты уходишь реально То есть уже 2,5 То есть дальше 2 ты начинаешь уходить До 2, где-то мы шли одинаково примерно После 2 ты начинаешь просто вверх уходить в космос То есть меня уже тебя не догнать Все, двигатель Вот этот 105-й двигатель Он уже не тянет его Ну, все, все Ты от меня ушел Я уже стрелять не могу Так уже закрыт Все, уже дальность такая нормальная Уже разорвал То есть еще бы так минуту подержал бы И все И ты мог бы просто развернуться Атаковать меня Расстояние просто бы Разошло Давай, теперь флаттер, слышишь? Скажешь, когда у тебя там замигает Красный Ну вот у меня 750 У меня 710, 720, 730, 750 Красный горит, 770 780 разорвало 780 километров в час Ну у меня 780 было ничего, нормально Ну красным горело, но не порвало А трясло уже, нет? Ну естественно, да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!